Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Все больше людей устанавливают себе Telegram. Вступление штампованное, но по-другому и не скажешь. Я сам лишь недавно пользую этот мессенджер, но уже фанат. Сквозное шифрование, простота, совмещение мессенджера и социальной сети, отсутствие алгоритма ротации новостей, все вместе только здесь. Но как им пользоваться, спросят меня те, кто только что подключился, и я им отвечу. Просто и сложно одновременно. Точнее, на первый взгляд сложно, но сейчас, когда мы пройдем по основным функциям, вы поймите, что это просто. Предполагается, что вы уже зарегистрировались в системе, то есть аккаунт у вас есть. Одно из главных достоинств Telegram изначально было то, что приложение имело версию для ПК. В WhatsApp приложение для ПК появилось лишь в 2016 году. Еще есть веб-приложение и, естественно, мобильное. Веб-приложение выглядит так. У веб-приложения есть ряд ограничений, поэтому рассматривать Telegram я буду на примере приложения для ПК. У меня оно уже установлено, но делается это, естественно, просто. Скачали, установили. Вторым достоинством, и я думаю основным, является защищенный протокол. Telegram применяет сквозное шифрование и считается одним из самых защищенных мессенджеров. После установки логично зайти в сеттингс. Кстати, у меня Telegram английский и нет возможности выбрать русский язык, но буквально пару месяцев назад приложение локализовали. В мобильной версии можно выбрать русский, а приложение для ПК, наверное, нужно перескачивать, или если вы скачаете его сейчас, там уже будет русская локализация. Что нужно сделать в сеттингс? Ну, во-первых, установить профайл фото. Во-вторых, выбрать себе имя в Telegram. Это ник. По нему вас проще всего найти, и в чатах вы не будете безымянным существом под номером 789654. Остальные настройки достаточно стандартные. Это настройки по уведомлениям, основные, по чату, privacy, security. Тут много, но все предельно понятно. Особенно, если у вас Telegram на русском. Вот тут, например, список заблокированных пользователей. Потом я расскажу, как их блокировать. Далее у нас есть чаты. Это люди, с которыми я переписывался. По мере устаревания они уходят вниз и вновь поднимаются наверх, если я возобновляю переписку. То есть наверху всегда самые свежие чаты или прикрепленный чат. У вас, если вы в Telegram недавно, здесь будет пусто. Как начать переписку с кем-то? В разделе контактов у вас находится список всех людей, кто есть в Telegram и есть в списке контактов в телефоне. Но это стандартно. Вы выбираете человека, начинаете с ним общаться. Далее вы можете добавить контакт, но для этого вам нужно знать номер телефона и быть уверенным, что этот телефон привязан у человека к Telegram. Естественно, можно искать по нику, если вы его знаете. Поэтому, если вы хотите поделиться контактом или переслать чей-то контакт, скопируйте его отсюда. Теперь про чаты. Во-первых, здесь есть я. Естественно, я не веду чат с собой, просто это место, куда я скидываю все, что мне может понадобиться. Это облако. В принципе, здесь можно хранить все. Фото, файлы, ссылки, какие-то текстовые сообщения. Насколько я помню, чата с собой изначально в Telegram нет. Его можно открыть вот отсюда. Потом его можно закрепить наверху. С помощью поиска вы можете найти нужное, поэтому что-то важное помечайте словом маркером. Можно искать в определенном чате или во всех чатах. Поиск здесь очень приличный. Чат с собой, кстати, сейчас переименовали в избранное. Это логично. Далее, собственно, чаты. Вот эти notification говорят, что в чате есть новые сообщения. Синим цветом выделены активные уведомления, те, что присылают звучок на телефон и уведомления в трее. Серые – неактивные. Здесь можно сделать disable notification, то есть звуковое уведомление не будет присылаться. Например, в течение часа. Еще отсюда можно позвонить. Звонок, естественно, бесплатный. И, как я уже говорил, тут можно организовать поиск по конкретному чату. Ну и, кроме того, вы можете удалить чат, очистить историю чата, ну то есть переписку и заблокировать пользователя. Полный бан, он не может писать, читать, знать что-нибудь про вас и так далее. Ну и последняя, собственно, вишенка на торте – это подписки. Почему Telegram? Потому что уж не знаю почему, но многие решили, что за ним будущее. Точнее знаю, но не буду говорить. И начали заводить тут свои каналы. Вот, например, Медуза. Смотрите, что у нее в футере. Есть социальные сети, все они собраны вместе в повалку и есть каналы Telegram. Отдельно. Несколько разных. Сами решайте, что вам интереснее и подписывайтесь. Подписывайтесь отсюда. Все. Подписка оформлена. Или, если знаете ник, можно воспользоваться поиском. А здесь можно отписаться от канала. Почему это круто? В Telegram несколько иная логика восприятия новостей. Нет единой ленты, которую вы проматываете на автомате, а есть отдельные чаты. Вам нужно предпринять какие-то шаги, чтобы их почитать. И со временем вы понимаете, что много – это плохо. И оставляете только те подписки, которые вам действительно нужны. Которые вы будете просматривать отдельно, причем безо всяких алгоритмов. Вот. Здесь есть группы и каналы. Группа – это совместный чат. О, это я. Ссылка на чат теплицы, кстати, есть в описании к ролику. В чат вы можете писать собственные сообщения. Каналы вы можете только читать. Это аналог страницы в Facebook. А здесь вы можете создавать собственные группы и каналы. В целом все. Остальное придет с опытом. Это не реклама Telegram, но он мне действительно очень нравится. Лично я в нем увидел качественно иной подход к новостной ленте. Здесь нет котиков, в прошлой жизни я был эльфом, селфи на фоне вагона ресторана и прочих тому подобных вещей. Только то, что мне нужно и в минимальном количестве. Все, любите друг друга, устанавливайте себе Telegram. Опять штаб, но по-другому и не скажешь. Подписывайтесь на наш чат в Telegram, ссылка есть в описании. Оставляйте вопросы, оставляйте комментарии к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.